Здравствуйте, с вами Марина Романюк вместе с моими коллегами. Я подведу итоги первой послепраздничной недели. Смотрите в выпуске. Время пожинать плоды. 13 января, в день российской печати, журналистам вручили правительственные награды. Опасные ямы на трассе М-5 и больше тысячи пациентов травмпункта. Итоги новогодних каникул подводим прямо сейчас. В Рязани наградили победителей творческого конкурса «Хрустальный журавль». Церемония традиционно состоялась в день российской печати среди лауреатов и журналисты нашей телекомпании. Пронзительный репортаж о фотопроекте «Жены офицеров» вышел в эфире телекомпании «Город» в конце прошлого года. Марина Романюк побеседовала с участницами проекта, с супругами военных, ушедших в зону СВО. В их поддержку и задумывался фотопроект, сюжет о котором растопил как сердца телезрителей, так и не оставил равнодушными членов жюри конкурса «Хрустальный журавль». Первым победителем в ней становится Марина Романюк, «Телекомпания Город». Ежегодно на журналистский конкурс «Хрустальный журавль» присылают больше тысячи работ. И этот год исключением не стал. Например, номинация по зову сердца стала второй по количеству участников. Здесь конкуренция чувствовалась. В итоге выбор комиссии пал на репортаж «Красота в объективе СВО». Удивительно, что в такое сложное для всех время не только воины, которые сейчас на передовой защищают Родину, находят в себе силы оставаться мужественными, но и женщины, с которых можно взять пример каждому. Это скорее проект даже не о фотографиях, не о том процессе, а именно о внутренней силе духа этих прекрасных женщин. «Хрустальный журавль» – награда знаковая. Министр по делам территорий и информационной политики региона Жанна Фомина отметила высокий уровень работ в профессиональных номинациях, оригинальный подход к подаче материала молодых корреспондентов. Среди всех работ были выбраны 38 материалов победителей, включая обладателя Гран-при. «Люди, всегда ищущие достоверную информацию, ищут ее, хотя у вас, на умение подать – это признак настоящие журналистики. Я, что у нас с вами есть». Однако «Хрустальная птица» стала не единственной наградой для телекомпании «Город». Марина Романюк стала победителем еще и в следующей номинации «Мы разные, мы вместе». Награду ей вручили за специальный репортаж «Табр никуда не уходит». Третьего журавля вручили Валерию Седову в номинации «Городская среда и муниципальные инициативы». «Журналисты, конечно же, принимают самые острые экономические, общественные и социальные проблемы. Всегда в церкви событий. При этом, конечно же, влияние, но мы предполагаем очень серьезную ответственность. Тем более, сейчас, когда мы все столкнулись с совершенно новыми вызовами, в ваших руках самое мощное уже слово». Конкурс журналистских работ «Хрустальная журавль» проводится в регионе уже 19-й раз. Следующий год станет юбилейным и также принесет множество новых и запоминающихся репортажей. Управление Росгвардии региона в честь праздника тоже подвело итоги взаимодействия со средствами массовой информации за прошедший год. Наградили представителей журналистского сообщества, которые активно освещали деятельность ведомства. Среди них и представители нашей телекомпании. Накануне Дня печати подведение итогов взаимодействия со СМИ от Управления Росгвардии уже стало традицией. 13 января в России отмечается профессиональный праздник работников печати, средств массовой информации, журналистов, День российской печати. От коллектива управления Росгвардии по Рязанской области и от себя лично поздравляю всех вас. Благодарны вам за внимание к служебным будням наших сотрудников, военнослужащих, за качественные объективные материалы о деятельности войск национальной гвардии в нашем субъекте. В 2022 году в связи с участием специальной военной операции мы перестраивали работу, корректировали силы и средства для выполнения всех поставленных задач. Поэтому здесь хотел бы выразить вам и подчеркнуть, что в этих условиях мы все, ребята, которые выполняют все поставленные задачи специальной военной операции, читаем ваши новости о нашем ведомстве, чувствуем вашу творческую поддержку, поддержку всего общества. Спасибо вам за это. Росгвардия – ведомство, открытое к сотрудничеству со СМИ. Широкое освещение получают учения, операции, осуществляемые сотрудниками. Работа Росгвардии изменилась по понятным причинам. Они все равно продолжают идти к нам навстречу, отвечать на наши журналистские запросы и всегда оказывают помощь в съемках. И поэтому удается рассказать о тех деталях, тех тонкостях их работ, которые хотелось бы осветить. И это очень здорово. И за это мы тоже им сильно благодарны. Мероприятия, проводимые Росгвардией, регулярно освещаем в эфире и мы в рамках наших программ. Благодарность за тесное взаимодействие получили корреспонденты Марина Романюк и Валерий Седов. Также на этой неделе свой профессиональный праздник отмечали работники российской прокуратуры. Ровно 301 год назад своим указом Петр I учредил надзорное ведомство. Первым генеральным прокурором России стал граф Павел Ягужинский. В Рязани же есть свои первопроходцы. Абсолютно точных данных о назначении первого прокурора в Рязанском крае не сохранилось. 18 век все-таки. Но в старинных фолиантах указано, что на 13 июня 1729 года прокурором при Рязанской воеводской канцелярии состоял Алексей Иванов, сын Желобова. То есть Алексей Иванович Желобов. Вполне возможно, что он и был первым прокурором на Рязанской земле. Очень древняя рязанская фамилия, ведущая свои корни еще с 17 века на Рязанской земле. То есть возможно статус этого человека, его знания, его дворянские корни, его статус уважаемого человека послужил к тому, чтобы мы его считали родоначальником всей прокурорской системы Рязанской области. Современные органы прокуратуры были сформированы на основе федерального закона о прокуратуре Российской Федерации от 1992 года. В нем, в частности, был упразднен надзор за исполнением законов гражданами, введен запрет на вмешательство прокуратуры в хозяйственную деятельность. В июле 2009 на прокуратуру возложили обязанности по антикоррупционной экспертизе правовых актов и уполномочили требовать от органов власти устранения коррупционных факторов. С момента образования по сегодняшний день прокуратура как единая централизованная система служит гарантом правовой стабильности, обеспечивает порядок и справедливость, соблюдение конституционных прав граждан, предпринимателей, законных интересов государства и общества. За прошлый юбилейный год надзорному ведомству удалось добиться новых весомых результатов, которые оценены руководством Генеральной прокуратуры Российской Федерации, о чем свидетельствует тот факт, что 16 работников прокуратуры Рязанской области награждены ведомственными наградами. Сегодня прокуратура – это, по сути, единая система федеральных органов, чьи полномочия не ограничены лишь надзором за исполнением законов. Это то самое око государева, которым, наверное, и задумывал структуру ее основатель Петр I, чья основная суть – поступать строго по закону. Еще одна важная дата – 15 января. Этот день в истории российского следствия особенный. Отмечается образование Следственного комитета Российской Федерации. В преддверии праздника поговорили с руководителем Рязанского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России Александром Логиновым. О том, как сейчас стать следователем, чем образ в реальности отличается от киношного, и расследование, каких уголовных дел осталось в памяти. Поговорим об этом в передаче «Городские встречи». Это было одно из самых громких уголовных дел прошлого года. Пусть и само событие произошло в октябре 2020. Расследование было долгим и весьма непростым. Как в настоящих детективах, следователи искали малейшие зацепки. На трассе М-5 мужчина сбил велосипедиста. Парень после аварии получил несмертельные травмы, но в итоге скончался. Вместо помощи водитель оттащил его в кусты и засыпал ветками. Из Рязани убийца уехал сначала в Ульяновск, потом в Саранск и Самару. В одном из этих городов он сдал свою «Газель» на утилизацию. Следователи провели порядка восьми следственных экспериментов, в которых воспроизвели всю обстановку случившегося. Собрали достаточную доказательную базу. И водитель свое наказание понес. Это только одно из множества дел. В 2022 году мои следователи расследовали больше 120 уголовных дел, из которых больше половины относятся к категории тяжких и особо тяжких. Расследование направлено в суд больше 10 убийств, такое же количество изнасилований. В этом же списке и преследование должностных мздоимцев. Пять дел о факте получения или дачи взятки служебной подлоги. По итогу 2022 года Александр Логинов работу Рязанского МСО оценил на «отлично». Правда, сама работа следователя от кинематографичной картинки отличается сильно. Например, в кино за одну минуту проводится несколько десятков экспертиз, а виновных мучает совесть, и они признаются под тяжестью улик. В реальности чаще преступники изворотливее. Тот же водитель, что сбил парня, придумал с десяток алиби. И виновника наказали благодаря хорошей работе следственного отдела. Но такие дела, как признался Александр Логинов, только закаляют следователя. Когда следователь видит конечную цель своего уголовного дела, когда он сам убежден в виновности человека и собирает доказательства по нитке, по маленьким частичкам, но в итоге все это складывается в большую доказательственную базу, вот тогда наступает действительно победа, вот тогда наступает настоящий интерес к работе, вот тогда ты понимаешь, что ты идешь по правильной дороге, ты на правильном пути. 15 января – это день работника следственных органов. Александр Логинов рассказал, что следователям желают усидчивости, усердности и внутреннего стержня. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Не успели оглянуться, как пролетели новогодние праздники, и на пороге уже старый Новый год, с которым завершится и череда мероприятий. Вспомним, как прошли праздники в этот раз. Каждый год уже в середине декабря город загорается огнями гирлянд, а на площадях вырастают красавицы-елки. В этот раз Рязань украсили особенно нарядно. Лыбинский бульвар горит миллионами огней. Каждое дерево сияет тщательно обвитой гирляндой. Великолепием отличаются и праздничные деревья. Возле цирка с куполом словно из сказки. А, к примеру, в лесопарке в этом году елка особенная. Ее украшали сами рязанцы. Украшена игрушками ручной работы, которую делали ребята по всему городу, из различных учебных учреждений, школ, детских садов, вместе со своими родителями. Поэтому наша елка уникальна, неповторима. Плюс ко всему нам повезло, что именно на нашей елочке в лесопарке красуются игрушки-победители. У нас проходил, кстати, праздник, посвященный открытию. Это наш такой концерт. Приходили зрители, любовались, фотографировали. Кто-то непосредственно свои игрушки приходил, рассматривал, искал. Вот таким образом организаторы изначально задали очень теплый тон мероприятиям, в связи с чем количество людей, которые праздничные события посетили, достигло 70 тысяч человек. Большой популярностью среди рязанцев и гостей города пользовались экскурсии в Рязанский Кремль, Музей истории Рязанского леденца, а также новые, но уже достаточно известные, Музей пахнет хлебом и Музей истории рязанского шоколада. Яркие световые инсталляции и фото зоны, семейные анимационные программы, необычные экскурсии и другие мероприятия порадовали в эти праздничные дни большое количество гостей и жителей города. Самым главным событием, я думаю, можно назвать, конечно же, открытие резиденции Дедушки Мороза, который ждал юных посетителей, их родителей, бабушек и дедушек к себе в гости. Ребята рассказывали стихи, пели песни, получали от дедушки подарки, ценные советы и, конечно же, надеялись на исполнение своих желаний. Основными центрами притяжения стали улица Почтовая, Лыбецкий бульвар, территория хлеб-завода номер один, торговый городок и лесопарк с артплощадками День рождения Нового года, фестивалем ледовых скульптур, новогодней ярмаркой и катком, а также резиденцией Деда Мороза. Популярной локацией семейного отдыха стала мастерская снеговика с разнообразными мастер-классами, рекреационными и фотозонами. Большой интерес также вызвали проекты «Рязанский почтальон» и «Катание на тройке». Трасса федерального значения М5 в эти новогодние праздники принесла немало неприятных сюрпризов тем, кто следовал по ней через территорию Рязанской области. В социальных сетях жалобы на огромные ямы появлялись от рязанцев регулярно, а на обочинах повсюду виднелись меняющие колеса люди. Особые нарекания, судя по жалобам, к участку трассы от Турлатов до Листвянки. Предупреждениями об опасных ямах на федеральной трассе М5 «Урал» социальные сети пестрели еще до Нового года. Вот одна из цитат. «Перед Рязанью печальное состояние трассы М5 «Урал». Водители на обочине вынуждены менять пробитые колеса на своих авто. Перед деревней Марина 1 и 2 по направлению в Москву». Конец цитаты. Видео, которое вы сейчас смотрите, от участника автосообщества «М5 «Урал» Тим ВКонтакте», где это предупреждение и размещено 3 января. А это пост в группе подслушанного водителей в Рязани с предупреждением об опасной яме. Цитата. «М5 «Урал» 184-й километр, правая полоса, выезд с полосы разгона, огромная яма рваная. Будьте осторожны, в луже ее не видно. Минус колесо, диск и крепление поворотника». Конец цитаты. И под ней множество комментариев о многочасовых очередях в шиномонтаже в Турлатово, о помятых дисках и о том, как поездка по трассе обходится людям в крупную сумму ремонта. Еще цитата. «Трасса М5 от Рязани в сторону Шилова. Правой полосы практически нет до Кириц. Ямы большие и глубокие, с острыми краями. После Турлатова самые большие. Мосты также разбиты. Крутицкий мост – оплот стабильности. Можно потерять не только колесо, но и всю подвеску разом. Выбирайте скоростной режим». Конец цитаты. Действительно, как видите, ямы на дорожном полотне глубокие, их много, и разбитый участок весьма продолжительный. По словам водителей, прямо до Кириц и даже до Шилова. «Я два диска помял полностью. Хорошо резину не испортил. Вот на кого-то жаловаться надо было, не знаю. Я из деревни». «Мы две недели назад ехали на работу. Это было что-то. Машины стояли сплошь на обочине. Все погнули колеса, диски, резина. То есть это вообще ужас. Машина стояла и все с колесами. Один вообще три колеса, видать, снял куда-то, машину монтаж отдал, а сам стоял на обочине, на дамп-кратере». «Сейчас едем, смотрим, ямочный ремонт делают, но ям очень много». «Отказительная, ужасная, просто. А вообще разобьетная. Это можно вечный ремонт машины делать. А ее сколько ремонтируют, она, по-моему, такой и остается. «До Кирице, там все в ямах». «Это все в ямах. Мы и в Кирице находимся, и там». «Да, эту дорогу сделали, ненадолго же ее сделали. Когда ее делали? Год два назад? Ну да. Полностью дорогу делали. «Ну, она, считай, сразу и разлеталась. То есть, неважно, с какой стороны, с правой, с левой. Хотя, говорят, это грузовики виноваты. Да нет, конечно. С левой стороны тоже самое». «Асфальт. Там же видно, яма, когда отваливается, там вот такой слой. Асфальт. «Как все едут, обижают?» «Ну, я Рязанский сам. Да, езжу раз в неделю туда обязательно. Плохо». Сегодня о как будто разбомбленных участках М5 люди уже наслышаны и едут довольно аккуратно. К тому же асфальт пока сухой, погода ясная, и ямы видны издалека, но это днем. Вечером как повезет. К тому же в самом начале года в праздники «Слякать», «Измороси», «Снежная каша» маскировали часть опасных ям, что стало причиной многочисленных поломок и даже аварий в регионе. К примеру, 2 января в районе деревни Малинище по дороге Пронск-Скопин произошла авария из пяти машин. Причиной стала глубокая яма. Сложные погодные условия этой зимой – обильный снегопад, затем оттепель, а потом мороз – стали идеальными условиями для формирования глубоких ям. Заплатки есть, но этого явно мало. Ямы трещинами расползаются в стороны. Буквально на днях. На жалобу Рязанца ответил Минтранс. Переписку можно увидеть на странице у губернатора региона Павла Малкова. Речь об участке М-5 с обеих сторон до поселка Турлатова. Цитата. «Плохо видно ямы ночью. Днем как-то можно объезжать. Пожалуйста, прислушайтесь и помогите народу. Большие траты у всех из-за таких дорог». Конец цитаты. Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области рекомендовало автовладельцам свои замечения и предложения по качеству содержания трассы М-5 в пределах региона напрямую направлять в Росавтодор. 11 января на странице губернатора в комментариях появился ответ Росавтодора, который можно на настоящий момент считать официальным заявлением. Цитируем. «На настоящее время масштабы нарушения покрытия и ежедневный их рост не позволяют одномоментно обеспечить полную ликвидацию аварийной ямочности, образовавшейся в результате совокупности факторов, выпадения атмосферных осадков и последовавших за этим частых перепадов температур». Конец цитаты. В связи с подобным ответом остается порекомендовать быть предельно внимательными и собранными на дороге, сбавить скорость и сосредоточиться. Возможно, вам повезет, и этот путь вы преодолеете без потерь. Но в любом случае двигайтесь осторожно. Пожалуй, каждый в эти каникулы столкнулся с проблемой передвижения. Погодные условия первую половину праздничных выходных благоприятствовали формированию идеально гладкого льда повсеместно. Ледяной глазурью покрылись тротуары и мостовые, а это, в свою очередь, стало причиной сумасшедших очередей в трампункты, которые, кстати, до сих пор не иссякают. Каждый, кто выходил на улицу в период новогодних праздников в Рязани, столкнулся с порой непреодолимым препятствием – гололедом. Расставивший снег застыл и превратился в лед буквально по всей площади города. Дождь выровнял до идеально гладкой поверхности льда и добавил экстрима скользящим по льду горожанам. Другими способами перемещаться было невозможно. И, конечно, падений было много. Такой поток травмированных, конечно, беспрецедентен. Поэтому в БСМП пришлось открывать даже дополнительные кабинеты на период праздников. Мы привлекали дополнительно докторов, в смену выходили на помощь. Работало сразу несколько, то есть не как обычно у нас два кабинета, а еще дополнительно кабинет повторного приема тоже работали. И суммарно за больше всего, конечно, пик был на третье число пришелся. Это у нас был как раз самый гололед. Впрочем, видео из соцсетей наглядно демонстрируют этот самый пик. В празднике всегда масса гуляющих, соответственно, травматологи к наплыву привыкли. Но в этом году погодные капризы и удивительно скользкий гололед поток умножили в несколько раз. Впрочем, сегодня очереди уже меньше. К тому же все еще добираются до травмпункта и те, кто пострадал ранее, в самом начале января, но надеялся, что пройдет само. Сама дергала, что ли? Да, она мне дергала, а поскорее в нос. Сейчас тогда, смотрите, выходим на левый коридор в кабинет 39. Делаем суммочку, потом без суммочка подавляем к нам. Размейте, сделайте, заходим. Спасибо. Советы по профилактике травм в подобных условиях весьма просты, особенно для людей пожилого возраста. Главная рекомендация – не выходить на лед. Меньше перемещаться вообще по улице. То есть сейчас у нас в целом неплохо развитая инфраструктура доставки. То есть старайтесь как можно меньше выходить на улицу пожилым пациентам и, соответственно, больше пользоваться помощью своих родственников. Потому что, к сожалению, основная когорта – это пожилые пациенты и их перелом чаще всего идут со смещением. И, соответственно, это сильно выключает их жизнедеятельность. Поэтому, соответственно, как можно больше находиться дома, постарайтесь пока что уменьшить свои прогулки. Лучше посидеть недельку дома, чем потом несколько недель ходить в гипсе с переломом. Самолечением заниматься не стоит. И если вы у себя обнаружили симптомы перелома, например, патологическая подвижность в месте травмы или большая гематома, посетить кабинет травматолога все же стоит. Ведь вовремя оказанная помощь всегда лучше, чем борьба со осложнениями. Что же касается самих новогодних праздников, то рязанцы встретили их на позитиве. Уходящий год принес нам всем немало изменений. Чего в них было больше – личных побед или общественных? Мы спросили у людей прямо на улицах. Уходящий год для рязанцев, безусловно, стал годом изменений, как внутренних, так и внешних. События, сохлестнувшие страну, так или иначе отражались и на их личном пространстве. Впрочем, больше всего люди на улицах сегодня говорят о позитиве. Благоустройство, новый автопарк, масштабные культурные события – в топе воспоминаний. Рязаня, как вам сказать, преобразилась, мне кажется. Стала намного интереснее, красивее, праздничнее. Но лично жизнь как был, так и есть никаких изменений. Да, Молков у нас стал. Может быть, он как новый человек, может быть, по-новому будет все это преображать. Но, мне кажется, преобразилась. Ну, конечно, мы будем надеяться, что будет еще лучше. Личный, наверное, все было классно, хорошо. А общественное, то, что троллейбусы купили в Рязани, новые, хорошие, прям приятное было. Который называется «Адмирал», да? Да, 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 очень понравилось, молодцы, что купили. Пришел новый губернатор и сразу купил, молодец. Ну, а так, мне кажется, в принципе, год. Во всем был неплохой. В принципе, да, все стабильнее. Да, хорошо. Ну, конечно, понятно, с чем связана не особая стабильность, да. Но если так вот я оцениваю город, то, в принципе, все нормально. Мне запомнили троллейбусы, да. Все союзные форумы древних городов, которые проходили у нас в Рязани. А почему именно это? А потому что мы там участвовали. И вам все понравилось? Очень. Личные достижения Рязанца стеснительно обходят стороной. Для жителей города по-прежнему общественные события гораздо важнее. Видимо, поэтому люди сознательно смещали акценты. Поступление в университете. А в какой университет поступили? Медицинский, Рязанский. Куда-то ходили. Губернатора сменили. Губернатора. Что-то заметили, что она сделала нового. Троллейбусы новые привезли. Троллейбусы привезли. Поездки с родителями по-разному. Там рыбалкам, с ночевкой. Отдых, путешествия. Изменения, да, заметила. В принципе, дороги начали резко чинить. Это очень хорошо. У нас вот на проезде Завражного мы живем. Там дорога была ужасная несколько лет. А потом раз проснулись, и дорога сделана. Тоже хорошо. Ну, наверное, как новый губернатор пришел. Потому что как он встал на пост, так и дороги начали делать. Очевидно, что позитивный настрой рязанцев – своеобразный кредит доверия. Этот год, в смысле изменений, обещает стать самым масштабным за последнее время. Событийности будет, хоть отбавляй. Главное, чтобы ожидания жителей города в 2023-м получили от властей обратную связь. Валерия Никонова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом все новости уходящей недели. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова